До какой степени необходимо быть беспринципным и алчным человеком, не имеющим совести, чтобы рекламировать эти гробы? И я не только о форме. Вся благосфера говорит, что у хавитов ужасный звук. Но разве это не самое главное? Каждый блогер, что их обозревал, говорит об относительности звука. Притом всегда добавляют, что звук хуже, чем у блицвульфов, эйрпотцев и отмечают полное отсутствие середины верхов. И советуют, купить советуют. Сколько же им заплатили? И как всегда они добавляют. Но эти ж уши ведь лучшие. Заболтались ироды. Наверное вы тоже никогда не видели людей киборгов в этих наушниках? На улице или у друзей? Тьюб 172 летим. Всем привет, вы на канале Польза.нет. И сегодня у вас есть уникальный шанс репостнуть это видео. И 1 мая рандомно по розыгрышу получить эти великолепные в кавычках наушники в подарок. Для того, чтобы их перепродать. Не верю я, что вы их носить станете. И как вы уже поняли, сегодня я расскажу вам, почему эти наушники Havit G1 просто ужасны. И находятся на дне списка в перечне того, что может воспроизводить звук. В них есть, конечно, положительные моменты. Если бы они были пауэрбэнком, они бы были великолепны. И если бы они были пыточным инструментом. Но их даже как беруши использовать нельзя. И теперь, как всегда, быстро, кратко и ёмко 20 фактов о наушниках Havit G1. И так сказать, там будут ложки мёда. В этой бочке дёгти их недостатков. Первая упаковка. Когда я её увидел, я сразу подумал, что мне дошли мои игровые наушники от Xiaomi. Но нет. Это огромного размера коробка. И есть оправдание за всё остальное, что в этих наушниках не так. И выдаёт дешёвку с первого взгляда. Посмотрите только на подложку под амбушюр. Остальное просто топ. Коробка сгодится для подарка. Её даже вообще потом можно под подарок использовать. Второе. Цена очень низкая для такого внешнего вида. 4,5 тысячи рублей лично я считаю довольно дёшево. И это не сарказм. Даже в жизни, если наушники будут не в человеческом ухе, Вдалеке от предметов, которые могут внешним видом подсказать вам габариты этого чуда, Выглядят наушники крайне футуристично. Правда мозг отказывается понимать, как они могут быть удобны. Но они не могут. Ещё раз повторяю, что выглядят отдельно от человека, они очень прилично. Особенно с боксом. Но без подсветки. Потом объясню почему. Кстати, софт тач пластик, что у наушников, что у бокса, очень приятный на ощупь. Третье. А я ведь бегаю. И как в этом гуана бегать, каждое движение отдаётся. Сказать, что это дискомфортно, ничего не сказать. Да, я пытался подобрать по размеру амбушюр и внешний амбушюр под мою ушную раковину. А потом попросил друзей, может быть у меня марсианские уши, но у них тоже оказались марсианские уши. Кратко, если у вас обычное ухо, вам они будут неудобны. Если у вас женские уши или маленькие уши подростков, допустим, вы их просто туда не запихаете. Хотя и не стоит туда их запихивать. Четвёртое. Микрофон в обоих наушниках. Многие блогеры говорили, что он только в одном. Но! Они над нами просто издеваются. Мне кажется, их разработчики те же, что и у Элари. Компания талантливых дизайнеров, фриков, садистов. Срубили с Элари бабла на перепродаже хламы и решили зажечь ещё больше, выпустив этот шлак. Микрофон просто ужасен. Повторяю, как говорит большинство техноблогеров, но это не важно. Они ведь спортивные. Пятое. Голубой зуб версии 5.0. И я ещё раз повторяю, как и во всех своих обзорах. Все лгут. Там может стоять чип с любой версии. И если даже аппаратно уши упакованы по полной программе, программно они не будут вытягивать. Что и происходит с Хавит G1. Через кирпичные стены уши не ловят. Вообще. Даже через одну стену они не ловят. И радиус действия на открытой местности у них всего 20 метров. А потом связь теряется. Я вас умоляю, у кьюшек за 1100 рублей было 38 метров. У вейфанов и блитцфульфов 59. А у этого пятого голубого зуба по версии компании хватает всего на 20 метров. Позор на вас инженеры. И конечно безумно удобно указывать в характеристиках на коробке 10 метров рабочей дистанции. А о том, что пятый голубой зуб рассчитан на 1600 метров, они не в курсе. А у четвертого запас под 400 метров. Да откуда они могут это знать? Нужно ведь на коробочке написать 5-0, чтобы вы покупали. На улице и в людных местах звук отваливается с завидной периодичностью. Притом эта периодичность не реже, чем раз в 5 минут. Очень круто слушать с прерываниями. Лучше бы их проводными сделали. Шестое. По аудио синхрон тесту рассинхронность юбом нет. И впервые после аирподсов я его никак не наблюдаю. Ну совсем. Очень удивительно, но факт. А вот при игре в PUBG рассинхрон есть, но максимум в половину секунду. Что для беспроводных ушей нереально хорошо. Притом это пропадание до 0.5, иногда рассинхрона нет вообще. Первый раз это скажу про проводные уши, но наверное это их единственный плюс. PUBG играть в них можно. Хотя меньше чем за час игры ваши уши в них вспотеют. Что когда вы будете их вынимать, впервые поймете, что уши внутри могут покрываться потом. Седьмое. Защита от воды IPX5. И это не значит, что вы можете в них плавать. Да, это мы горе техноблогеры топим их в воде, но нам их не носить. Мы их либо разыгрываем, либо перепродаем. Дождя и пота они не боятся, но плавать в них нельзя. Хотя с таким форм фактором это довольно странно. Если бы они сделали IPX7, я бы сказал, что их цена и форма наушников для слоника дамбо идеальны для бассейна. Но сейчас я этого не скажу, плавать-то в них нельзя. Восьмое. Вес каждого наушника всего 6 грамм. Учитывая, что в каждом наушнике аккуму по 80 мАч, это довольно неплохо. Да и то, сколько в них запихали пластика. Вместе с боксом весят они 64 грамма. По отдельности наушники подключаются. В инструкции все описано на русском языке и более чем подробно. Кейс красивый, компактный с резиновой перемычкой. И в нем сразу два огромных недостатка. Первое. Вы не сможете моментально вставить в него уши. Они у вас будут очень долго вертеться в руках, чтобы вы смогли их вставить. Второе. Из его верхней части постоянно вылетает правый наушник. Даже при открытии. Да и вообще бокс сделан красиво и бездумно. 720 мАч, которые можно заряжать только 1 Амперной зарядкой. Иначе по заявлению производителя аккумулятору придет довольно быстро конец. В идеале вместе с боксом полностью заряженные наушники могут проигрывать музыку суммарно до 18 часов. Но я не уверен, что мазохиста готового этого проверить на ютьюбе мы сможем найти. Они ведь только рекламируют эти наушники. А вот в инстаграме я в них техноблогеров не видел. Наверное только на съемках они смогли их себе в уши запихать. А что значит звездочка на коробке с заветной цифрой 18 я так и не нашел. Скорее всего дело в том, что эти данные приведены для 20% громкости в лаборатории, на телефоне, без кликов, остановок и помех. Но это будем предполагать. А на данный момент остается только надеяться на то, что меня посмотрят пользователи данных наушников и напишут в комментариях, какой же реальной автономности они добились от этих ушей при использовании из кейса. Потому что последнее время, кроме как негативных комментариев, я о них не читал. При подготовке материалов и при комментировании того, что я их планирую обозревать моими подписчиками. Кейс заряжается полностью 2 часа. Сами уши 1,5 часа к ряду до 100% заряда. Девятое. Порт microUSB за 70 баксов. Вот так они тратят ваши деньги. И не пишите мне, что можно купить их за 2 тысячи, за полторы. А еще их можно отобрать. И airpods можно отобрать. Или найти. Или вы получите их в подарок. На данный момент их цена 70 баксов. Это даже круче Элари. Они просто вообще не парились и не тратились ни на кого, кроме дизайнера и пиар-менеджера. Как я уже говорил, кейс заряжается 2 часа при емкости 720 мАч. И в идеале этого вам хватит на 4 полных заряда ваших наушников. Потому что мы умножаем 160 на 4 и как раз и получаем эти 720. 740. Уши полностью с нуля в кейсе заряжаются по моим тестам по факту 2 часа, а не полтора. Но ведь производителям виднее. Они говорят полтора, значит полтора. По заявлению производителей время воспроизведения 3,5 часа без зарядки. Это средний объем. Время разговора 4,5 часа без зарядки. Заряд батареи, кстати, отображаются в шторке. И на айфоне тоже. По факту у меня на 80% громкости они играли 2 часа 46 минут. Но помните, что они у меня новые из упаковки. Поэтому где они там 3,5 часа взяли, я не знаю. Десятая инструкция на русском языке. Довольно понятная. Датчиков никаких нет. Кнопка переключения, ответа на вызов, голосового помощника и переключение треков на каждом наушнике, они механические. Если во всех обзорах я говорю, что сенсор хуже, здесь я сам с собой не согласен. Лучше уж сенсор, чем каждый раз наушник в мозг себе загонять. На 4pda 89 страниц отзывов. И очень приятно, что многие купившие честно говорят, что наушники своих денег не стоят. Там, кстати, великолепные инструкции про то, каким образом сделать так, чтобы они нормально звучали. Я пытался так химичить, но 4 программы скачивать, подстраивать под свой телефон и пытаться выводить звук под себя, я вас умоляю. Если я засовываю к себе онора в уши или аирподсы, то у меня сразу звучание в любом плеере норм. А здесь я должен прыгать с бубном в надежде на то, что у меня более-менее получится вывести звук, средний и высокий. Так их там нет. Как я их выведу? Ладно, дальше. Кейс большой, в кармане джинсов выпирает. Подсветка, которая включается в случае разряда, либо на зарядке, неоднородна. Притом это не только брак моих наушников, а в целом недостаток у данной модели. Единственное, что можно добавить по звучанию, если вы купите любые уши, которые обозревал на моём канале, начиная от рокспейсов за 500 рублей, заканчивая наушниками Элари. Все звучат лучше. В этих наушниках прилично воспроизводятся только низы. Если забыть, что я их купил за 4,5 штуки, закрыть глаза и попытаться понять, где я слышал такое же ужасное звучание, сразу в памяти всплывают любые ноунейм наушники, которые продаются за 100 рублей на кассе пятёрочки. Магнита или Ашана. Хотя нет, эти лучше. Вспомнил. У меня в 91-м в Турции на рынке отец покупал за 10 центов похожие по звучанию наушники. Правда, сдохли они за 2 дня. Но это не важно. Они ведь красивые и большие. Вас в этих наушниках точно все заметят, подметят и спросят, что это у тебя в ушах. Шумоподавления нет вообще. Я понятия не имею, как такие бандуры даже на максимальной громкости позволяют вам слышать окружающую действительность, но это факт. Вы слышите всё. При всём этом я напоминаю, что от них уши безумно потеют. Швы видны невооружённым глазом. Когда вас покинут эндорфины после покупки, это при первом взгляде вам кажется, что перед вами монолит. Достаточно немного приглядеться и вуаля, вместо склейки идёт аккурат посередине наушника. Кодека aptx нет. Изменять громкость нажатием в них нельзя. Скажем так, по мне им красная цена 3000 рублей. При условии, что вы до этого попробовали их носить или мерили, и они вам подходят чисто анатомически. Дело в том, что если к AirPod сам уши привыкают постепенно, и это объяснимо. Если другие наушники-затычки имеют небольшие габариты, и вы просто вставляете их спокойно, и можете ходить, 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 правильно подобрав амбушюры, эти давят на внешнюю ушную раковину. И это уже не смешно, это реально больно. То есть здесь мы имеем наушники-затычки, которые давят не только на внешний хрящ, и при этом ещё и на ушной канал. И если вы решите всё же их купить, ссылка на покупку в описании к видео. А если желаете получить их бесплатно, достаточно репостнуть это видео, подписаться на канал и оставить, соответственно, коммент, репостнул тот-то, указать адрес страницы, на которой вы репостнули ролик. Пойдёт и фейсбук, и вк. Помимо этого на канале есть конкурсы. За репост я разыгрываю наушники Honor Flypods Lite и контроллер Xiaomi. Плюс среди подписчиков каждые две недели розыгрыш Mi Band 3 и Honor Band 4 Run Edition. Для участия достаточно лайка, колокольчика, подписки и комменты под любым из видео. И вы на всё время существования канала в розыгрыше. Следующее видео будет обзор на зубную щётку Xiaomi All Clean. Спасибо за просмотр. Польза нет рекомендует думать перед покупкой. Спрашивайте в комментариях, что вам интересно. Я всегда готов поделиться с вами своим мнением и своим опытом. Видео минимум три раза в неделю. Добра и удачи вам, дорогие друзья. Субтитры сделал DimaTorzok